Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешным. Аминь. Номер 87. Насчитывается Новый Завет с толкованием блаженного Феофилакта. И с комментариями читает Никита Колестников. Первое послание к Тимофею апостола Павла. Предисловие. Если же кто-нибудь спросит, почему апостол не пишет в силе, Клименту, Луке или другому кому из многих бывших при нем, А только Тимофею и Титу, То на этом можно сказать, что те еще сопутствовали ему, А этим он уже поручил церкви. Поэтому необходимо было предостерегать их через Писание И объяснить то, что они должны были делать. А если спросишь, почему он не усовершенствовал их ранее Во всякой божественной премудрости, И тогда уже поставил бы их на дело учительства, Но пишет к ним и доводит их до совершенства после того, Как верил им учительство. Знай прежде всего, что никто не совершенен, Хотя бы был и учителем. Напротив, и такой человек много нуждается В руководстве со стороны более совершенных. Особенно нелегко было самому епископу все устраивать Своим словом в только что возникающей церкви. Затем обрати внимание и на то, Что во всем послании дается Тимофею не такое наставление, Как ученикам, но какое прилично учителю. 1 Тимофею 1.1 Павел апостол Иисуса Христа По повелению Бога, Спасителя нашего И Господа Иисуса Христа, надежды нашей Толкование Блаженов и Афилакта Поскольку намерен писать законоположение Тимофею, То провозглашает себя апостолом, Чтобы слово свое сделать достойным Беспрекословного принятия. Не мое, говорит, буду изрекать, но пославшего меня. Смотри же, будь послушен. Но так как велико было звание апостола, То что бы ни показалось, что он гордится, Прибавил По повелению Бога Не сам, говорит, я восхитил это, Но долг имею неотложный и владычное повеление исполняю. Выражение по повелению сильнее выражения призванной. Хотя нигде отец не давал ему повеление, а Христос. Я пошлю, сказано, тебе далеко к язычникам, Деяние 22.21. И еще, тебе должно предстать предкесаря, Деяние 27.24. И Дух Святый сказал, Отделите мне Варнаву и Савла, Деяние 13.2. Но принадлежащее сыну и духу принадлежит, Говорит он, и отцу. Слушай, что следует дальше. Видишь ли, повеление это общее. Обрати внимание и на то, как Давид говорит об отце. Упование всех концов земли. Псалом 64.6. И сам апостол Павел в другом месте говорит, Уповаем на Бога живого. 1 Тимофея 4.10. А теперь сын называется нашим упованием надеждой. Таким образом, у отца и сына все общее. Апостол благовременно употребил эти синонимы, Спасителя и надежды. Так как учитель борется со многими трудностями, Ибо вся вражда обращается на него, Чтобы когда он падет, Скорее пали и те, Кто находится под его наблюдением, Как сказано, Порази пасторя и рассеются овцы. Захария 13.7. То не должно, говорит, падать духом, Ибо мы имеем спасителем не человека, Но самого Бога и Отца, Который скоро избавит нас от опасностей. Посему мы переносим несчастье, Утешая себя этими двумя мыслями, Или тем, что мы скоро избавимся от них, Или тем, что питаем в себе лучшие надежды. 1 Тимофея 1.2 Тимофею, истинному сыну в вере, Благодать, милость и мир от Бога, Отца нашего и Христа Иисуса, Господа нашего. Толкование. То есть, рожденному мною через веру. Предлог «в» означает «через». Как и в другом месте, апостол говорит, «Я родил вас во Христе Иисусе благовествованием». 1 Коринфянам 4.15 «Похваляй же его, называйте его не только сыном, Но и истинным, Истинным, потому что Тимофей более других Сохраняет сходство с ним по вере, И потому что апостол Павел искренне любил его. Очень мудро, добавил он, в вере, Чтобы тем более воодушевить к ней Тимофея. Ибо если сначала он показывал такую веру, Что удостоен именоваться сына Павла и сыном истинным, То тем более в нее, как во всеоружие, Должен он облечься теперь, Чтобы не смущаться и не падать духом. Являть мужественное дерзновение есть дело веры. Нигде в других посланиях апостол не поставил Слово «милость», а только здесь. Это потому, что по великой любви Просит для своего сына большего, Как бы опасаясь и трепеща за него. Ему он давал наставление даже относительно желудка, Еще и потому, что учители имеют нужду Сугубой милости. Здесь опять утешение. «Ибо если Бог, Отец наш, То Он заботится о нас, как о детях. Следовательно, Он и помилует, и даст благодать, Чтобы всем нам быть облагодетельствованными И иметь мир с врагами». 1 Тимофея 1.3 Отходя в Македонию, я просил тебя прибыть в Ефесе И увещевать некоторых, чтобы они не учили иному Толкование Обрати внимание, какая кроткая речь. Как он говорил к нему, голосом не учителя, а слуги. Он не сказал «я повелел», но просил. Так должны мы обращаться со своими учениками, Но с испорченными и не вполне преданными иначе. Апостол умоляет его оставаться в Ефесе, Ибо послания, которые он послал к ефесянам, Было недостаточно. Посланием люди относятся не так внимательно. Впрочем, может быть, это было и до послания. Предполагаю, что тогда Павел и поставил Тимофея епископом. Это вероятно, ибо он говорит далее следующее. Не сказал умолять, но увещевать, что более властно и строго. Он не назвал их поименно, чтобы через обличение не сделать их более бесстыдными. Учить иному, значит, вводить иные учения. Ибо среды иудеев было много лжеапостолов, Которые по любви к славе и из желания называться учителями, Склоняли верных к закону Моисееву. 1 Тимофею 1.4 И не занимались баснями и родословиями бесконечными, Которые производят больше споры, нежели Божие назидания вере. Толкование. Баснями он называет не сам закон, но наблюдения и ложные догматы. Они перечисляли обычно дедов и прадедов, Мечтая тем присвоить некоторую историческую славу. Бесконечными называл или потому, что восходят к отдаленным временам, Или потому, что не имеют никакой доброй цели, Или потому, что не имеют ясности. Трудно, уловимы и запутаны. Сейчас о родословных мы не спорим. А кто у меня? Тихон Дмитриевич. А у Дмитрия кто? Ничего нет. А у них записи шли до Авраама, до Моисея. И они спорят. Сегодня спорят о других вещах. Надо смотреть в корень, что это за этим кроется. Правда или неправда. А если это неправда, показать. Отгребаться от нее. Сегодня на другом. Бесконечные споры идут. Вот первые века спорили сын, ранили отцу. Непрерывно. Как Григорий Щедотворец говорит, подходит орианка, спрашивает, почем мясо. А она сыну даже не говорит и начинает. Вот ты знаешь, что они единосущие, они одинаковые. И целыми днями на базаре везде кипело богословие. Вот как. А сегодня о другом. Там мы этого богословия не знаем. Еще какие-то открытия. О чем спорить? Спорить тогда надо знать. На спасение не влияет. Не влияет, значит, прислониться к тому, чтобы не спорить. А привычка спорить говорит о том, что ничего не делаю. Ничего и нет. Был, говорит, один, остался один. А ты иди по миру. Там тебе расскажут, где еще есть. Вперед. Вероятно, что апостол здесь намекает на иноэлинов, ибо у них есть мифы и родословия, в которых они перечисляют своих богов. То есть, Бог ввел такое домостроительство, чтобы в нем все было принимаемо верой. А они вводят изыскание, расстраивают это домостроительство Божие. Или что Бог восхотел даровать нам великое, и явил о нас неизреченное домостроительство. Это-то домостроительство благости, его вводит вера, а никак не происхождение. Между тем они вводили изыскание. Как это может быть? Как мы будем верить относительно будущего? Изыскание изгоняет веру. Впрочем, для чего Господь сказал, ищите и найдете. Матфея 7.7. И еще, исследуйте Писание. Иоанна 5.39. Первое выражение «ищите» говорит о прошении и сильном желании. Второе исследуйте, значит изучите подлинный смысл Писаний. Узнайте их и прекратите всякое исследование. Комментарий Игнатия Лапкина. Согласно этих слов блаженного Феофилакта, изучите подлинный смысл Писаний. Его трудно признать православным, хотя труды его за последние 10 лет переиздавались многократно и по благословению Патриарха. Но у православных так уж принято. Постараться достать книгу, может быть, даже прочитать и благовейно сохранять на книжной полке. Но притворять в жизнь, написанное в них, этого никто не требует и к этому не приучены. Книги сами собой. А мы, православные, благочестивые христиане, сами собой. В этих книгах, якобы, ничего нельзя подвернуть сомнению. Сравнивая со Словом Божиим, нельзя ни добавить, ни не убавить. Эти все книги, признанные православными и одобренные патриархом или православным цензором, должны восприниматься полностью и быть вне всякого подозрения, как же на кесаря. Святые цинь так не учат. Они приучали свою паству проверять даже их речи. Кирилл Иерусалимский говорил, чтобы не верили и ему, если слова его не сходятся с Библией. А Иоанн Златоуст решительно говорил, о чем нет в Библии, о том не рассуждаем. Отношение к православным книгам у православных верующих трепетно боязливое, потому что там стоят мысли святых людей. Но у святых людей не всегда мысли были согласны с Библией. И в этих случаях никаких авторитетов не нужно бояться. То, что прочитанное согласно с Библией, но не согласно с нашей жизнью, нужно немедленно вводить в нашу жизнь, совершенно отбрасывая общепринятое неверное мнение, неверное научение, не согласное с Писанием. Поэтому, чтобы не заблудиться, изучите подлинный смысл Писаний. Кавычки открыты. «Веруем, что Божественное и Священное Писание внушено Богом, потому мы должны верить Ему беспрекословно». Послание Восточных Патриархов. Дальше. «Когда читаешь Божественное Писание, не то имей в виду, чтобы только прочитать лист за листом, но с размышлением вникаю в каждое слово. И когда какие слова заставят тебя углубиться в себя, или вызовут сокрушение, или исполнят сердце твоей духовной радостью или любовью, остановись на них. Это Бог приблизился к тебе. Смиренно прими Его открытым сердцем, так как Он Сам хочет, чтобы ты приобщился Его. Если ради этого придется тебе оставить неисполненным то, что положено было для этой духовной цели, не беспокойся об этом, ибо цель всех духовных занятий сподобиться вкушению Бога. И когда это дано, нечего останавливаться на средствах к Нему. И когда размышляешь о чем-нибудь Божественном, особенно о страдании Христа Господа, остановись на том, от чего придешь в умиление, и побольше займи этим свое внимание, чтобы продлилось это святое чувство. Однако и большим предпятствием к сохранению внутреннего мира является непреложное обязательство просчитывать в день определенное число кофизм из Псалтири, главы из Евангелия и апостольских посланий. Положившие себе это за правило обычно спешат прочитать все, не заботясь о том, приходит ли в сердце в умиление от прочитанного, в умиление от прочитанного, и порождаются ли в уме какие-либо духовные мысли и созерцание. Вот это надо смотреть, ты считаешь, что какая тебе польза? Душа как располагается или ожесточается, делает тебя врагом окружающим. Но это надо иметь в виду, и не бояться попятиться. А я твердо держусь за это. Светацы не боялись. Вот канон Андрея Критского, он подписал анафему шестому Вселенскому собору и попятился назад. Да и не один. При Афанасии Великом почти все епископы подписали арианский символ веры. И когда он нам доказал и сразу назад дезабоирует свою подпись, а нет, я стою на этом, так ты чурка просто, безмозглая. А если не удастся им все прочитать, тревожится и смущается не о том, что лишились духовных плодов от чтения для созидания внутреннего своего человека, а что не все прочитано? Никогда не ставь. А вы сколько считаете где-то? Сколько придется? Я сижу там где-то отрывками как-то. А вот столько это прочитать. Когда полностью свободен и у тебя время течет плавно, тогда да. Вот у меня псалтырь, никофизмы были, за два дня просчитывал в тюрьме в камере и за семь дней Новый Завет. Спокойно, вникая. Почему? Ничего больше не занимаешься. Сидишь и сидишь. А тут не так получается. Вечерняя молитва, она такие длинные, люди уже падают. А ты вычитай. Зачем? Когда уже ум не соображает. Мы делаем кратко. Три святое и сто поклонов. А утром пространно. И кто это все говорит такое? Вот сейчас читаем. Ну-ка давай. Когда занимаешься чтением Слова Божия, представляй, что за каждым словом присутствует Бог и принимай их и как бы исходящими из его божественных уст. Преподобный Никодим Святогорец. Вот так. Желающие получить какой-либо плод от того, что прочитывается в Священном Писании, не должны оставлять без внимания ни одного слова. Поэтому-то и заповедано и нам изучать Писание, что многое с первого взгляда, показавшееся простым, заключает в себе глубокий смысл. Источник света Слова Божия. Будучи исполнено света и источая свет, оно просвещает и озаряет души верных. Святитель Иоанн Златоуст. Ну, какое мое толкование? Я привел цветы, все, а не было расширить, новые появились, да, не данные, а расширение какого-то слова. Первое Тимофею 1.5 Цель же увещания есть любовь от чистого сердца и доброй совести и нелицемерной веры. Толкование Если ты, говорит, будешь увещевать неучительному, то ты достигнешь этого именно любви. Если внедришь в них любовь, то и всякий растленный догмат не найдет среди них места. Прежде, когда не было любви, существовало не зависть, от зависти властолюбие, от властолюбия желание учить, отсюда и ереси. А теперь не так. Он требует любви искренней, любви не на словах, но от сердца, и сердца чистого и непомращенного лицемерия. Вот у меня есть ролики записаны, могу перечистить где-то, как говорят. Он говорит и говорит полчаса, я ни одного слова не говорю, он даже не спрашивает, знаю это, не знаю, ему не надо, он не может остановиться. Почему? Ересь. А когда правда, за каждое слово отвечаешь, одно предложение сказал, не понимает, он не может остановиться. И вот начинает по порядку все это говорить, но если я знаю это, ты меня спросил, я сижу и слушаю, это теперь упрек, ну как вы могли слушать, какое терпение, ну пусть выговорится один раз. Притом они эти люди разные, из разных ересей, поведение совершенно одинаковое. Так, любви, которая образуется из душевного расположения и сострадания. Когда разбойники любят разбойников, это происходит не от благой совести, а от злой, и не от веры лицемерной, и от веры нелицемерной. Кто искренно верует в Бога, тот не допустит когда-либо отступить от истинной любви, ибо она обнимает всех, а разбойник убивает происходящих проходящих мимо. Отсюда можешь заключить, что кто не имеет любви, у того нет и веры. 1 Тимофей 1.6 От чего отступив, некоторые уклонились пустословия, толкование. Слово пусто отступив употребляется от тех, кто плохо стреляет. Поэтому и здесь говорит нужно искусство для того, чтобы прямо бросать, а не мимо цели. Но некоторые отступили от любви и веры и вследствие этого уклонились в пустословия. А как это происходит, он прибавляет следующее. Пустословия. Почему? Знания нет. Нету знания, верхушку где-то ухватит и на этом трепещет, стоит. Что? 1 Тимофей 1.7 желая быть законоучителями, но не разумея ни того, о чем говорят, ни того, что утверждают. Это очень важно. Потому что если что-то утверждаешь, ты должен знать все происходящее отсюда. Да все сейчас писали говорить, нельзя есть мясо. Почему? С какого времени мясо стало? После потопа? Что в нем находится? Нельзя или грех? Если нельзя, это бесовское учение, бесовским Павел называет, запрещающее вкушать пищу. Воздержание одобряется, запрет на то, что считать это греховным осуждается, также да и вино по уставу положено, там сколько у нас даже в уставе в дереве написано свернуться осуждению. Ты должен это все знать, а знаешь это? Не знаю, а это знаешь не знаю. Ну вот пожалуйста, желаешь быть законоучителем, переучить весь мир, а не разумеешь ни о чем говоришь, ни людей, тогда подряд надо рубить все неправильно, все неправильно, вот сектанты, а что вы нас судите? Это я говорю, вы судите, вы спихнули все соборы, всех отцов, все труды, а своих бакмендеров выставляете, что может накатывать кари на это? Слава Иисусу Христу! Проверка идет дальше. Толкование, то есть страдая властолюбием и страстью к славе, они не могли бы, они не были бы такими, если бы имели любовь и веру. Здесь обвиняют их в том, что они не знают ни цели закона, ни времени, до которого ему предназначено было властвовать. Но может быть грешили по неведению и потому не заслуживают осуждения. Да, ну я не знал, я просто так не знал. Он говорит, заслуживает осуждения? Нет, их неведение произошло от властолюбия и от того, что они не имели любви. А какое отношение к любви это имеет? Дело в том, что отсюда происходит. Если ты любишь, то любовь твоя не позволит тебе осуждать самое то, что святые отцы говорили. Как ты можешь осуждать-то? Я показываю златоуса, отвергают. Ну ты узнай, хоть раз прочитай. Незачем. У него сект, он теперь падает, рот разлинул, пена идет, вот это от Бога. Хохочет святой смех. Евангелие просветания, чтобы все были богатые, миллионеры, а сам обирает, все уже до самой нищеты дошли. Вот приходит там этот Сандай, теперь суд идет, у кого квартиры там изъяли и прочее. Все кончилось. Резать кабанщика пришло время. Ибо, говорит, желая быть законодателями и законоучителями, они не обращают внимания на истину. Так что они сами виновны в своем неведении. Самы виновны в своем неведении. Вот так и надо понимать. Я не знаю. А не знаю, что ты должен был знать, прежде чем вступать в разговор. А это не знаю, значит, закрытая тема. А как раз это и проясняло тебе. Ты один раз златоуста прочитай. Блаженного фефилакта. Вот я сколько раз его считал? Ну я не знаю, но несколько десятков раз. Я ввел занятия, даже 20 лет занятия, четырехлетняя программа, ну не считая златоуста, это на пять раз уже прошел. Конспектировал шестой раз. Перепечатал когда седьмой раз. И то, а все, знаете, конечно нет. О чем же они утверждают? Может быть, об очищениях и разных других телесных действиях, соблюдавшихся по закону. 1 Тимофей 1.8. А мы знаем, что закон добр, если кто законом употребляет его. Толкование. То есть, если кто не только изъясняет его на словах, но и исполняет на деле. Ибо кто изучает постановления закона, а не исполняет их, тот без закона пользуется законом. Или иначе, с закона пользуется законом тот, кто приводится им ко Христу. Закон, не имея силы руководить или оправдывать, препровождает ищущего праведности ко Христу. И это есть его цель. Так что сказано. То есть, так, как повелевает сам закон. Пользуется законом тот, кто законно предпочитает Христа. 1 Тимофею 1.9. Зная, что закон положен не для праведника, но для беззаконных и непокоривых, нечестивых и грешников, развратных и оскверненных, для оскорбителей отца и матери, для человека убийц. Полкование. Потому, что он не дожидается того, чтобы закон научил его тому, что нужно сделать. Это он знает и не боится наказания. Под праведником здесь, разумею, того, кто достиг совершенства добродетели, кто не из страха перед законом, а ради самого добра не наведит зло, кто становится весь добродетелью и совершает больше, чем требует закон, считая недостойным руководиться тем, что угрожает ему наказанием, но живя мужественно добродетелью, становится выше всего свойственного детям, подобно, как и врач, полезен для того, кто имеет раны и кто болен, а не для того, кто здоров, или удила необходимы для лошади неспокойной, а не для тихой. Апостол перечисляет грехи по видам, чтобы заставить виновных устыдиться исключительно во следовании закону, а таковы именно были иудеи, они постоянно кланялись идолом, приносили богам жертву детей, покушались побить камнями Моисея, руки их обогрены кровью, не нечестивцы ли они и человека убийцы. Найдешь в них и все остальные пороки, если проследишь их историю. Поэтому это и дан им закон, чтобы он сдерживал эти пороки. Об этом и в другом месте он говорит, закон дан после по причине преступлений Галатам 3.19, а праведникам, как уже не склонны к преступлениям, закон не необходим. 1 Тимофей 1.10 Для блудников, для мужеложников, человека-хищников, клеветников, скотоложников, лжецов, клятвопреступников и для всего, что противно здравому мучению. Толкование. Хотя и сказано было достаточно, однако для полноты содержания апостол сказал и вообще и для всего. Отсюда становится ясным, что доступ такие страсти получает от искаженных догматов, ибо все они противны здравому мучению. 1 Тимофей 1.11 По славному благовестию блаженного Бога, который мне верен на толкование. Так поставь это вместо связь со словами противно здравому учению, которые бывают по благовестию. А благовестием славы он называет его ради тех, которые стыдятся гонений и христовых страданий, показывая, что как страдания христовы, так и гонения составляют славу Христа. Или еще потому апостол называет Евангелие благовестием славы, что надевекает на будущее славу. Ибо если говорит настоящее наше состояние и исполнено стыда за то будущее славно и эту славу возвещает нам Евангелие. Ибо все благовестие относится к будущему, а не к настоящему времени. Или еще апостол говорит здесь о служении Богу, которому научает нас Евангелие. Мне, а не лжеапостолам, их Евангелие есть Евангелие безславия, а не славы. 1 Тимофею 1.12 Благодарю давшего мне силу Христа Иисуса Господа нашего, что Он признал меня верным, определив на служение полкования. Так как сказал, который мне верен, то что бы ни показалось, что Он тщеславится, к Богу все относит и говорит, благодарить должно того, кто дал мне силу на то, чтобы я был в состоянии принять на себя такое время. В самом деле, нечеловеческой силе было свойственно стоять против ежедневных опасностей, угрожающих смертью. Таково истинное смирение, наше же смирение, на словах, а не в глубине души. Чтобы не сказал кто-нибудь из неверных, если все принадлежит Богу, и ничего от нас не привносится, то почему Он сделал таким Павла, А Иуду нет. Апостол, устраняя это возражение, говорит, не просто так укрепил меня Бог, и не без усмотрения, но потому что я оказался верным. Даже не так сказал, но Он признал меня верным, опять скрываясь свои заслуги. Не утверждая, говорит, что я был верен, но что Он признал меня таким. Откуда это видно? Из того, что Он поставил меня на служение. Ибо как бы Он поставил меня, если бы не увидел во мне способности? Это подобно тому, как в домах управляющие воздают благодарность своим господам за веренное им управление, которое не поставляет признаком того, что господа считают их более достойными доверия, нежели других. И Бог о нем говорит, Он есть мой избранный сосуд, чтобы возвещать имя мое. Деяние 9.15 Таким образом, Он был годен только для проповеди, но чтобы и делом совершить то, чему признал годным, на что Он принял силу от Бога. Ибо кто намерен проповедовать имя Христова великое имя с тем, чтобы посредством проповеди запечатлеть его в душах верующих, тот имеет нужду в немалой силе. Совершает это тот, кто во всем достойно его и мыслит, и говорит, и делает. Кто не таков, тот не совершает. Ибо как может проповедовать Христа тот, кто не имеет всецелы в себе самого Христа? Таким образом, во всем Павел был верен и ничего не приписывал себе из того, что принадлежало Господу. Напротив, и свое собственное называл Божиим. Я потрудился более всех, не я, впрочем, а благодать Божия. 1 Коринфянам 15.10 и многое подобное тому. 1 Тимофея 11.13 «Меня, который прежде был хулитель и гонитель и обидчик, но помилован, потому что так поступал по неведении и в неверии толкования, смотри, как он, описывая прежнюю свою жизнь, превозносит милость Божию. Даже когда он говорит об иудеях, достойных всякого презрения, он ничего такого не приписывает им, о себе же самом так повествует. Не только говорит «Сам я был хулителем и не только в себе укреплял зло, но еще преследовал тех, которые хотели жить благочестиво и не просто делал это, но с особым ожесточением. Показывает себя достойным наказанием, хотя милость Божия бывает и к таким людям. Почему же и другие иудеи не были помилованы? Потому что они не по неведению, а вполне сознательно грешили, ибо многие уверовали в Него, но ради фарисеев не исповедовали, ибо возлюбили больше славу человеческую, нежели славу Божию». Иоанна 12, 42, 43. И Христос говорит, «Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу?» Иоанна 5, 44. «И сами иудеи говорили между собой, «Видите ли, что не успеваете ничего, весь мир идет за Ним?» Иоанна 12, 19. «Ими всегда руководила страсть любоначалия». И опять сами они сказали, «Кто может прощать грехи, кроме одного Бога?» Лука 5, 21. Тогда Иисус немедленно совершил то, в чем они поставляли признак силы Божией. Итак, почему же они не уверовали? Неужели по неведению? Ну, может быть, кто-нибудь скажет, где же был тогда Павел? У нога Малиила, который не имел ничего общего с мятежной толпой. Он занимался собственными своими делами. Каким же образом после этого Павел заключал в темницу? Он видел, что проповедь распространяется, и, наконец, его побуждала к этому ревность по законе, а иудеи делали все из властолюбия. Но как же Павел, будучи столь сведущ в законе, не познал Христа через Писание? Он зато и осуждает себя, что страдал неведением, которое происходило от неверия, ради чего, говорит и помилован. Комментарий Игнатия Лапкина. Стоит почитать выступления делегата православных конгрессов, форумов, не на выбор, и не найдешь этих слов в отчетах, проповедь распространяется. Эти слова могут сказать сектанты, заполнившие Россию, любые, самые экзотические. Заполонившие. Это большая разница. Заполонившие Россию, любые, самые экзотические. Они идут от дома к дому, от селения к селению, и их проповедь распространяется. Пока православное учение не будет распространяться в чистом виде по Евангелию, в представлении людей православие будет казаться тьмой суеверий, а Библия позабытой и заброшенной книгой. Святитель Феофан Затворник говорит «Горе вам, что затворяете царство небесное человеком» Матфея 23, 13. Это сказано архиереям, которые и сами не учат народ спасительному пути, и священникам не заставляют это делать. Сказано священникам, которые оставляют народ в небрежении, не заботясь объяснять им, что нужно для спасения души. От этого народ пребывает в слепоте, и одна часть остается в уверенности, что идет правильно, а другая хоть и замечает, что у нее не так идет дело, но не идет куда следует, потому что не знает куда и как идти. От этого разные нелепые понятия в народе, от этого легко находит доступ к нему и всякое злое учение. Священник обычно думает, что у него приходит все исправно, и хватается за дело только тогда, когда это узло разрастается и выходит наружу. Но тогда уже ничего не поделаешь. Священник первым делом в своей совести должен считать совершенствовать взрослых познаний христианской веры, а юное поколение готовить с первых сознательных лет, объясняя им то, что им нужно и можно знать, когда и как будет удобней. Все. 88 88 Продолжение следует...